Израильская правительственная комиссия 3 января представила доклад, в котором порекомендовала увеличить государственный налог на добычу природного газа до 62%. Однако, по мнению энергетических компаний, такой налог будет стоить им миллиарды долларов и может привести к остановке разработок. Комиссия во главе с профессором Эйтоном Шишински предлагает оставить пошлины за право разработки недр на уровне 12,5%, а налог на добычу природного газа и нефти поднять в среднем до 20,50%. Сейчас совокупный правительственный налог составляет около 30% от доходов газового месторождения. «Государство позволяет частным предпринимателям разрабатывать запасы газа и нефти. Поэтому оно должно предоставлять им стимул давать соответствующие преимущества. Но общественность также имеет право получить некоторую выгоду благодаря праву собственности на природные ресурсы». Министр финансов Юваль Штайниц пообещал ознакомиться с рекомендациями комиссии перед тем, как отправить доклад премьер-министру. Кроме этого, любое окончательное решение нуждается в одобрении парламента Израиля. «По сути, то, что происходит, это нормализация. Нормализация правил налогообложения и доходов от добычи газа и нефти в Израиле. Это выравнивание в соответствии с общепринятыми нормами в большей или меньшей степени, с нормами европейских стран». Добыча природного газа в Израиле растёт после открытия двух крупных месторождений природного газа на Средиземноморском шельфе. Вместе они могут приносить доход, равный 4 миллиардам долларов США в год. По мнению аналитиков, это может сделать страну одним из главных в мире энергетических экспортеров.